Вот, допустим, мой близкий человек, плохой человек, он плохо ко мне относится, он плохой, он плохо ко мне относится. Что в это время я делаю? Как вы думаете? В это время я беру его недостатки себе, когда говорят, что он плохой, я беру его к себе для того, чтобы попробовать вкус его неудачи. Как есть такая пословица, за что боролся, на то и напоролся. Он плохой, плохой, плохой. Я знаю один уникальный случай, прямо на моих глазах произошел. Один человек очень сильно ругался на другого человека за то, что он бросил жену. Потом этот человек сам точно так же бросил жену. Потрясающе. Говорится, за что боролся, на то и напоролся. Замечательно. Если вы какого-то ругаете, знайте, что в это время вы кушаете его судьбу, не лучшую. Рассказать физическую историю на эту тему. Это такая старая история из Писания. Один, может быть это правда, я не знаю. Один царь был немножко жадным. И к нему пришел священник, он говорит, дайте мне пожертвование. Он ему дал коровий навоз. Говорит, вот тебе пожертвование. Тот говорит, спасибо, мой царь. И взял этот коровий навоз и ушел. С радостью, что ему дали пожертвование. Коровий навоз тоже имеет свою пользу определенную. И тогда я не буду об этом говорить, меня потом критиковать буду после лекции. Это вот часть только лекции вырежут и поставят. Вот, смотрите, что он предлагает людям. Ну да, есть такие у нас пчелы, которые ищут у меня в лекциях, вот все самое лучшее выставляют. В общем, в этой же ночью он увидел перед собой того, кто занимается правосудием во Вселенной, не буду называть. Он предстал перед ним и говорит, ты оскорбил святого человека. Ты, как бы он тебе дал, попросил тебя покушать, ты ему дал навоз. Вот. И в результате, так как у него в 10 тысяч раз больше благочестия, чем у тебя, поэтому тебе придется скушать испражнений в 10 тысяч раз больше, чем ему. То есть, и в этот момент, когда ему было это сказано, перед ним предстала большая гора испражнений. И дальше подошли слуги ада и начали его кормить этими испражнениями. И так каждую ночь, когда он засыпал, и он на всю ночь кушал испражнения с удовольствием. Ну и корчился, конечно, ему было неприятно, но он кушал. Ну, потепенно гора уменьшалась. И он тогда взмолился, как бы, и попросил этого, ну, как бы, главного там, который отвечает за грехи людей. Он сказал, пожалуйста, помоги мне, сделай так, чтобы гора меньше стала. Он говорит, это очень просто сделать, нет никакого труда. Ты переоденься просто в обычные одежды, иди на улицу и ругай себя самого со своими, как бы, гражданами твоей, твоей вот страны. И все, кто тебя будут поносить, они все будут есть твои испражнения. В это время тебя будет становиться меньше. Он говорит, ну, слава богу, хоть какой-то метод нашелся. И он выходил на улицу, переодевался и подходил к людям, говорит, царь-то у нас вот такой-то, такой-то. И какие-то люди не обращали на него внимания. А какие-то люди, да, говорили, вот царь-то у нас и такой. И его начинали там обсуждать по косточкам с ним. Потом на следующую ночь он спать ложится, смотрит, меньше куча стала. Думает, супер, отлично. И так ему это понравилось, и он ходил, ходил, и говорил, говорил людям, и все, уже никого не осталось. Он со всеми уже поговорил. Вот, остался только один священник, который постоянно занимался только молитвой. И он пришел к нему и говорит, я с тобой хочу поговорить. Тут посмотрел на него, можно я сначала помолюсь, чтобы понять, говорить мне с тобой или нет. Он говорит, ну помолись. Он помолился и сказал, дорогой мой царь, знаете, у меня нет времени кушать ваши испражнения. Можно я буду дальше молиться? Ну, как бы некогда этим заниматься, простите. А у вас есть время кушать чужие испражнения? Испражнения вашего правительства и так далее. Других правительств, других стран, других вер. Есть время, нет? Или может лучше помолиться? Я вам развернуто очень ответил. Желаю вам успехов в духовной жизни. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...